У нас на прямой связи политолог, доктор философии, сотрудник Института права и прав человека Моисей Беккер. Добрый вечер, господин Беккер. Добрый вечер, рад вас видеть. Спасибо. Это, конечно же, преступление, несомненно, одно из самых ужасных, самых гнусных действий со стороны армянской военщины за всю историю 44-дневной войны. Потому что, как мы знаем, в результате всех этих обстрелов в своих домах без шансов спастись погибли спящие жители города. Вспоминая те самые страшные дни, хотелось бы еще раз вернуться к причине, в чем была цель удара именно по Гяньже. Потому что все видели и видео, и фото, и были свидетелями, да, то есть и дипломаты. Вот в чем цель? Смотрите, Гяньже – это один из крупнейших городов Азербайджана. То есть это знаковый город, поэтому нужно было нанести удар именно по этому городу с тем, чтобы заявить о себе. И если вы помните, тогда было прекращение огня, и вдруг, 17 октября, без всякого повода, тут полетели ракеты, начался обстрел, и погибло значительное количество людей. И я помню, что посол в Израиле тогда Джордж Диктору приехал, срочно посмотрел на все, что там происходит. Армяне просто хотели запугать, они хотели показать, что они на что-то еще способны. Это как бы агония была режима, это вот когда подстреленный зверь, он пытается еще нанести какой-то удар, чтобы показать, что он действительно что-то из себя представляет. И Гяньже, поскольку этот город второй по величине, и в общем-то он знаковое место, поэтому было прекращено, тем более там находится аэродром и так далее. Но дело в том, что пострадали не военные объекты, а пострадали именно гражданские объекты и граждане Азербайджана, мирные, которые, в общем-то, не являлись, не должны были являться целью вот этого нападения, вот этих вот действий. И в обычные военные действия, армия против армии, военные действия на поле боя, но никак не является объектом, в общем-то, гражданской инфраструктуры. Но армяне не были бы армянами, если бы они не совершали вот подобные преступления. В этом отношении они сродни, в общем-то, с теми террористическими бомбардировками, которые совершала нацистская Германия, когда она разрушила Гернику в период гражданской войны в Испании, когда разрушили Ковентри, город в Англии, и когда 23 августа 1942 года был разрушен город Сталинград, в ходе которого погибло 40 тысяч человек. Конечно, в Армении сравнить с Германией невозможно, но дело в том, что методы и подлость такая же, как и то, что совершали нацисты. То есть запугать население, именно поставить его в такое положение, чтобы был страх посеять и неуверенность в себе. Но, как видите, результат оказался совершенно противоположным. Вся беда в том, что нарушение Гернической конвенции 1049 года, которое произошло именно в этот момент, когда было совершено именно вот это преступление, к сожалению, никто ее не применяет. Но мир сегодня занят другими проблемами, сейчас только всяких конфликтов и всего прочего, как бы этот конфликт оказался как бы в стороне. Поэтому, я так понимаю, что никто этим заниматься не будет и вряд ли этот вопрос поднимется, тем более, что прошло уже два года, хотя, в общем-то, это преступление. И преступники должны понести наказание. И в Армении должны все-таки выдать тех людей, которые совершили эти преступления, с тем, чтобы примерно наказать, и чтобы другим неповадно было совершать подобные преступления против мирных граждан. И это я считаю, что очень важно, и это нужно сделать, потому что преступление, которое оставлено, и оно не понесено наказание, преступник будет совершаться еще неоднократно. Это обычное дело. Преступника надо поймать, преступника надо посадить, преступник должен знать, что он отвечает за все то, что он совершает. Вы абсолютно правы, но вот, однако, почему-то Армении вот все сходит с рук, все эти преступления. То есть, это понятно, что весь продуманный подтекст вот этого преступления, которое они совершили, это запугать азербайджанский народ, вызвать панику, хаос. Вот смотрите, и представители же дипмиссии также посещали тогда и Гянчжу, но все равно вот мир почему-то молчит. То есть, такое впечатление, почему-то вот должным образом мировое сообщество до сих пор не реагирует. То есть, получается, нет никакой реакции на горе других народов? Смотрите, здесь вопрос именно в том, что как бы затушевываются вот эти вот преступления армян, затушевываются другими проблемами, которые в мире сегодня стоят. И как бы вот одна проблема подавляет другую проблему. То, что сейчас происходит в мире, мы знаем, что происходит в Европе, мы знаем, что происходит в других странах, мы знаем, что на наших глазах происходят все эти события, мы не будем говорить о них, так сказать, прямым текстом сегодня. Но сам факт, что вот это все как бы закрыло все остальное. Топило это все остальное. Вот что самое страшное, понимаете? И я считаю, что это неправильно, потому что мировое сообщество должно реагировать на любые преступления, которые совершены. Не важно. Большая сторона совершает преступление, малая сторона совершает преступление. Совершает ли преступление Армения или совершает ли преступление еще какое-то государство? Это не суть. Суть в том, что если когда остается кто-то безнаказанным, он будет совершать преступление так. То есть это будет нарастать как снежный ком. Если можно кому-то, значит можно и другим. Вот это самое страшное из того, что может произойти. Именно это и является тем самым фактором, который способствует этим преступлениям, которые совершаются в мире и будут совершаться, если никто не понесет наказание. После нюрнбергского процесса, когда нацистские преступники принесли наказание, длительный период был мир. Европа, во всяком случае, не воевала низким. За исключением каких-то локальных конфликтов, которые где-то происходили. И опять-таки, и даже эти локальные конфликты. Нельзя думать о том, что другие малые народы, их кровь стоит дешевле, чем кровь больших народов, которые являются основными в мире. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что преступники должны понести наказание, и они должны ответить по строгости закона, тем более, что Женевская комменция это все предусматривает. И это не должно оставаться без наказа. Самое интересное, наверное, из всего этого, что само армянское общество, прекрасно понимая, что было совершено и в Гяньдже, и в Ходжалы, и в трагедии в Эдили, оно не возмущено даже, скажем так, столь недостойными действиями своей армии. Зато, как мы сейчас видим, что те же патриоты из самой Армении и та же диаспора, они очень требуют расследования каких-то надуманных преступлений, якобы, которое было совершено, убийство каких-то других народов. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, смотрите, в Германии прошла деноцификация, и теперь Германия совершенно, ну, как бы стала другой. И мы сегодня видим, что это мирная страда, которая, в общем-то, нормально развивается. В Армении деноцификация не произошла. Мы знаем, что памятники НЖД там ставят. Мы знаем, что идеология, которую проповедовал НЖД, она остается ведущей идеологией. Дело, что я вот только как написал книгу, как раз на тему, где я сравниваю нацистскую идеологию и идеологию НЖД, она одинаковая. Там ничего нового он не придумал. То есть она идет параллельно. И эта идеология, она до сих пор является доминирующей в армянском обществе. Поэтому они считают, что как бы они, ну, погибли там какие-то азербайджанцы или какие-то там еще кто-то, понимаете? То есть они относятся к другим народам не как к людям, а как, в общем, к чему-то совершенно другому. Ведь когда ГЕСа, коменданта концлагеря, осменцев судили, он сказал, а что вы хотите? Ну да, мы уничтожили 4 миллиона человек. Но если вы от своего руководства ежедневно слышите, что славяне низшая раса, а евреи вообще не люди, то что же вы хотите? Вполне понятно, что все эти преступления, мы их не считали даже преступлением. И пока Армения не избавится от вот этой нацистской идеологии, от этой идеологии цехохрона, она таки будет считать все остальные народы, которые недостойны существования. Вот это самое страшное. Потому что она потерпела поражение, но она его еще до сих пор не признала, не осознала то, что произошло, что ей нужно избавиться от этой идеологии и стать на путь нормального человеческого развития, как это делается в странах Европейского Союза, где они тоже воевали неоднократно. Европа неоднократно была местом сражений. Но теперь на сегодняшний день она спокойно живет, мирно, и в общем-то никто ни на какие территории не претендует, и никто никого не считает ниже себя. Нет вот этой идеологии, которая принижает одни народы и возвышает другие. Армения от этого еще не избавилась, к сожалению. И я думаю, что это еще будет долго, длительный процесс. Это так быстро не уйдет. Вот это самое страшное, что может быть. Поэтому они считают, что они совершенно поступали правильно. Это их мнение такое, вот что самое страшное. Они с этим мнением живут. И они себя оправдывают именно этим. К сожалению. Но мы все-таки надеемся, что действия этой страны будут осуждены с самых высоких международных площадок. Я благодарю вас, господин Беккер. Я напомню, что к нам на прямую связь подключался политолог, доктор философии, сотрудник Института права и прав человека Моисей Беккер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!